здравствуйте сегодня я хочу поговорить о презумпции видеозаписи это соответственно ноу-хау которая появилась у нас судах как бы негласно появилась появилась в связи с одним инцидентом который произошел недавно в сентябре с одним из адвокатов значит сюжет развивался так адвокат захотел ознакомиться с материалами дела которые ну по всей видимости у него были сфотографированы и находились компьютере значит достал компьютер хотел им воспользоваться тут музей или что он значит производит видеозапись и заседание никакого не будет поскольку он производит это без согласования как бы судьей да то есть он не уведомил не получил на это согласие участников процесса на ну и соответственно судьи вот но вместе с тем у нас есть пленум 35 который говорит как раз о открытости и гласности и доступе к информации о деятельности судов да то есть открытость и гласность судопроизводства она по большей части содержится как раз в этом документе постановление пленума верховного суда российской федерации от 13 декабря 12 года так вот что же там говорится в пункте 13 там говорится что фотосъемка видеозапись киносъемка а также трансляция по радио телевидению ходу судебного разбирательства могут осуществляться исключительно с разрешения суда до позиция такая есть в таком же порядке осуществляется видеотрансляции ходу судебного заседания в сети интернет но 14 пункт как раз говорит о том что если суд придет к выводу что фотосъемка видеозапись киносъемка трансляция хода открытого судебного заседания не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса то он не вправе их запретить только по причине субъективного немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации значит штука в чем что просто так не хочу как бы не проходит да есть отдельная категория процессов которые связаны там допустим с тайной усыновления с какими-то медицинскими вопросами с какими-то преступлениями допустим на почве сексуальной вот конечно по ним транслировать все это в интернет но это как бы бардак да вот и естественно по этим процессом есть некая табу некоторые процессы даже на сайте суда не найти что они идут значит вместе с тем непонятно мне пока заявлял ли адвокат о том что прошу тогда разрешить видеозапись да хоть он даже и не собирался производить видеозапись фактически он мог заявить что я собираюсь это делать и посмотрите может суд возьмет и разрешит кто его знает но вместо этого три часа значит провел адвокат в ожиданиях судебного заседания на него составили успешно протокол о соответственно нарушении приставами приставы составили вписали туда удостоверение адвоката в протокол и значит вот история вот так вот развивалась коряво процесс потом все-таки начался и как-то это все значит утихло но ситуация когда ты пользуешься каким-то устройством на котором допустим даже есть камера и тебе сразу в меня в меняется в вину что ты обязательно производишь видеозапись по-моему ненормально сейчас есть телефоны планшет компьютеры те же самые которые могут это делать а могут и не делать соответственно оснований для того чтобы переносить процесс без того чтобы убедиться что эта запись ведется вообще мне кажется не было более того мне кажется ситуация когда судья допустим даже запрещает на каком-либо основании там исходя из собственного мнения там видеозапись кажется ненормально поскольку если это открытый процесс то просите вы собираетесь тут нарушать чьи-то права и в связи с этим пытаетесь уклониться от их видеофиксация если ты собираешься вести процесс как положено по гпк то что же здесь такого что будет кто-то это все снимать вот поэтому эта ситуация она с одной стороны как бы вроде бытовая а с другой стороны судья явно отказывается от видеофиксации именно поэтому переносит заседание на три часа пока идут все эти разборки вот то есть мне кажется и сама презумпция видеозаписи да ты достал телефон смс-ку прочитать не знаю тебе там страна или там помощник отправил какую-то дополнительную информацию по делу а тебе сразу ага ты производишь видеозапись вот тебе протокол административка и потом доказывает что это не верблюд по моему не совсем нормально с другой стороны как бы я ни в коем случае не допущу чтобы ну со стороны судей я ни в коем случае не допущу что производилась видеозапись процесса а мало ли что вот мало ли что это что это не знаю распитие алкоголя на рабочем месте или что как судья может скажем так бояться свои видеофиксации собственной работы если она работает хорошо тоже непонятная картина в в общем я на самом деле раз сталкивался ну не раз сталкивался но вот один из примеров когда действительно я достал в области судился достал ноутбук соответственно проблема была очень простой у меня разрядился телефон то есть пока в область добирались телефон подсел соответственно я решил от компьютера просто шнуром зарядить телефон и судья сразу так а что вы собираетесь делать а что это такое не видео ли это запись но к счастью я просто заявил в процессе раз уж такое интересное все вызвало что уважаем суд собираюсь зарядить телефон вот и вроде как ситуация стихла но судья на всякий случай попросила отвернуть от нее значит компьютер не знаю где она там камеру с наружной стороны компьютера увидела но в общем попросил это сделать то есть теоретически как бы тоже мог быть конфликт на ровном месте а пишет или не пишешь а вот средств которые можно тайно писать да и за которые может нам получить отдельные приключения если они будут квалифицированы как спецсредства да конечно у нас много и при желании конечно можно писать процесс и достаточно скрытно но если судья не собирается нарушать закон какие препятствия для съемки я лично не понимаю ситуацию может у кого-то есть какое-то обоснование или хотя бы со стороны судебной системы кто-нибудь мнение свое выскажет тема интересная поскольку но как-то ненормально она развивается сильно она не зарегулирована но вот 35 плену вроде открывает глаза на эти все ситуации вот ссылки кстати я дам на нашу тему форума по этому вопросу в описании к данному видео на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо